Друзья, мы снова с вами, с нашей программой интеллект и технологии. Мы всегда стремимся подбирать наиболее интересных людей для нашей передачи. И вот сегодня мы пригласили Терашкевича Игоря Макаровича. Он член Президиума Научно-экспертного Совета при рабочей группе Совета Федерации по мониторингу практики применения федерального закона по энергосбережениям и по энергоэффективным технологиям. Он может рассказать много интересного о том, как у нас будут внедряться энергосберегающие технологии, а самое главное, расскажет о величайших достижениях наших талантливых инженеров, ученых, конструкторов, которые сделали приборы, находящиеся на самом высоком мировом уровне. Здравствуйте, дорогой Игорь Макарович. Мы надеемся, что вы нам расскажете много интересного. Здравствуйте, Борис Иванович. Спасибо за предоставленную возможность рассказать об энергоэффективных технологиях, которые создаются в особых экономических зонах. В рамках работы нашего Научно-экспертного Совета я возглавляю секцию, которая как раз занимается развитием энергоэффективных технологий в особых экономических зонах. Сегодня я готов представить интересную разработку, созданную в особой экономической зоне Зеленоград, якорным резидентом особой экономической зоны, Зеленоградским инновационно-технологическим центром. Зеленоградский инновационно-технологический центр был создан в 1998 году для коммерциализации разработок Московского института электронной техники. В настоящее время он успешно развивается в особой экономической зоне. Под технологическим зонтиком Зеленоградского инновационно-технологического центра работает более 90 высокотехнологичных интеллектуальных компаний. Я хочу сегодня рассказать о той разработке, которая была создана в рамках реализации федеральной целевой программы развития по приоритетным направлениям науки и технологии Министерства образования. Была разработана система комплексного учета потребления энергоресурсов для сферы ЖКХ. В настоящее время законодательство Российской Федерации определяет необходимость внедрения поквартирного учета тепловой энергии во всех вновь строящихся и проектируемых... Я думаю, ведь не только давление сверху, но и сами жители заинтересованы в том, чтобы все точно измерялось, чтобы правильно платить. Конечно. Жители заинтересованы в том, чтобы условия проживания в квартирах были наиболее комфортными. У нас часто бывают перетопы в зданиях. Это следствие несовершенства системы отопления и предоставления коммунальных услуг. Для того, чтобы повысить условия комфортного проживания в наших квартирах и снизить уровень оплаты за предоставляемые коммунальные услуги, сейчас принято решение для внедрения систем поквартирного учета тепловой энергии. Но вот наш народ привык сомневаться в красивых лозунгах, вы говорите «снизить». Насколько вы уверены в том, что это снижение возможно? Это снижение возможно, причем на основе применения именно отечественных технологий. Почему? Потому что то, что было разработано Зеленоградским инвестиционно-технологическим центром, это действительно уникальная разработка, которая существенно превосходит зарубежные аналоги. Во-первых, эта система основана на прямом измерении параметров теплоносителя. Ну, наверное, в основе лежит какое-то изобретение, я так понимаю. Это же не просто так вот. В основе работы этой системы лежит интеллектуальный датчик, который измеряет температуру, параметры теплоносителя, температуру с высокой точностью. 0,05 градусов. И передает эту информацию по беспроводному каналу связи на этажный концентратор, который расположен на этаже многоквартирного дома. Этажный концентратор собирает информацию с нескольких датчиков со всех квартир, которые расположены на одном этаже. На слайде представлена схема организации по квартирного учета потребления энергоресурсов. Здесь представлен измеритель температуры беспроводной. Это один из элементов системы, который, как я говорил раньше, с высокой точностью измеряет температуру теплоносителя. И по беспроводному каналу связи передает в ретранслятор локальный. Игорь Макарович, но ведь мы платим-то не за температуру, а за расход тепла. Может ли он померить расход тепла? Конечно. Система работает следующим образом. В каждой квартире на стояке стоит такой датчик. Система измеряет разность температур от этих датчиков и передает это по беспроводному каналу связи через ретранслятор в домовой концентратор, где происходит обработка всех данных. осуществляется расчет потребляемого тепла по формуле. Объем теплоносителя умножается на его теплоемкость и измеряется разность температур в разных квартирах. В квартирах на разных этажах. Но для того, чтобы эта формула работала, вот эту разность температур мы должны мерить с очень высокой точностью. А иностранные датчики? Иностранные датчики меряют... Есть и отечественные датчики, которые меряют с точностью 0,02 градуса. Иностранные датчики, они были разработаны лет 20 или 30 назад и сейчас продолжают успешно эксплуатироваться в Европе. Но там есть свои ограничения. Зачастую зарубежные датчики работают на запрещенных частотах в России с недостаточной или избыточной интенсивностью сигнала. И имеют, как правило, очень высокую стоимость. И вместе с тем, когда наступает период поверки этих приборов, поверку приходится осуществлять за границей нашей страны. Что, конечно, существенно повышает затраты на эксплуатацию этой системы и получение данных о потребленной тепловой энергии. То есть через то, что мы создаем центр поверки, мы тем самым и продвигаем в жизнь внедрение в промышленное производство наших собственных датчиков. То есть это получается комплексная такая задача. Конечно. Дело в том, что массовое внедрение этой системы, оно позволит включить население нашей страны в процессы энергосбережения и экономии тепла. Снижение уровня оплаты за потребленную тепловую энергосбережение. Игорь Магарович, я ловлю на славе. Вы сказали массовое внедрение. Потянет ли наша отечественная промышленность те технологические нормы, параметры, которые нужны для этого суперинтеллектуального датчика? Здесь дело не только в суперинтеллектуальном датчике, а в целой системе. Эта система опробирована, сертифицирована. Нет, это промышленность в состоянии? Промышленность, конечно, в состоянии. Это как-то опробовано. Потому что разработан комплект документации. И в соответствии с этим комплектом документации можно размещать заказы на других площадках. Как внутри страны, так и за рубежом. Ну, допустим, какую-то часть продукции, допустим, корпуса можно делать в Китае. Это просто-напросто экономически. Нет, вы должны говорить об интеллектуальной начинке, а не о корпусах. Интеллектуальная начинка вся разработана в Зеленоградском инновационно-технологическом центре. И прибор, и вся система может выпускаться усилиями зеленоградских или российских предприятий. Хочу вернуться к функционалу системы. Значит, на слайде представлен спектр элементов системы. Сюда входит ретранслятор локальный с монитором и без монитора. И та, и другая модификация могут применяться. Но это будет влиять на стоимость системы. Я так понимаю, что в данном направлении нам очень важно избавиться от зависимости от зарубежных поставщиков. Абсолютно правильно. И мы готовы выполнить эту задачу. Тем более, что в Зеленоградской особоэкономической зоне и зеленоградские предприятия располагают и техническим, и интеллектуальным потенциалом. Но я так понимаю, вы же представляете не только низовой уровень. Судя по вашей визитке, вы член Президиума научно-экспертного совета. Вот через правительство, через высшие органы управления. Каким-то образом эта программа поддерживается? Конечно, эта программа поддерживается. Более того, законодательство в области энергосбережения и энергоэффективных технологий постоянно совершенствуется. Зачастую отставая от жизни. Почему? Потому что, допустим, в 261 законе прописаны приборы учета. Производители, занимающиеся производством приборов учета, давно начали выпускать на рынок комплексные решения. И на рынок выходят системы комплексного учета потребления энергоресурсов. Которые учитывают потребление тепловой энергии, электрической энергии, воды. А с 2015 года и газа. Почему с 2015? Потому что 261 закон предполагает подквартирный учет расхода газа с 2015 года. Игорь Макарович, вот мы видим сейчас очень многие старые бетонные дома обшиваются теплоизоляцией снаружи. Там красивые полимерные панели ставятся. Вот каким-то образом это связано с вашей деятельностью? Это составная часть комплекса мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и эффективное использование энергоресурсов. Но для того, чтобы оценить, насколько это эффективно, нужно сначала измерить, сколько тепла было потреблено каждой квартирой, каждым зданием. Вот именно для решения этой проблемы и используется, и может быть успешно применена система контроля расхода тепла и воды. Игорь Макарович, а молодежь идет в ваше направление? Или это все старые специалисты, которые остались еще от оборонной техники? Ну, на самом деле, старые специалисты от оборонной техники воспитали хорошую смену. И, ну, вот в Зеленограде из статистических данных могу привести такие сведения, что 44% населения имеет высшее образование. Для справки в Москве это 41% населения имеет высшее образование. Но в европейских столицах он колеблется где-то на уровне 30%. Поэтому научный и интеллектуальный потенциал Зеленограда чрезвычайно велик. И с использованием этого потенциала возможно развитие и возрождение отечественной микроэлектроники. Ну, а что касается этой системы, то в особо экономической зоне ЗТЦ совместно с Московским институтом электронной техники создал центр энергоэффективности. На базе которого осуществляется подготовка специалистов, которые смогут монтировать и эксплуатировать эту систему на всей территории нашей страны. Это какие-то краткие курсы переподготовки, да, с определенным сертификатом? Это 72-часовые курсы. Причем связь с выпускниками этого курса, она не прерывается. И эта обратная связь, она, в общем-то говоря, всегда существует. И специалисты, разработчики всегда могут прийти на помощь, рассказать о том, как нужно бороться с неполадками, если они возникли. Хотя, в общем-то говоря, такой информации массово пока еще не возникло. Система работает весьма устойчиво. А где вы убедились в том, что она устойчиво работает? Система внедрена более чем на 20 объектах в различных регионах Российской Федерации. Система сейчас, ну, помимо того, что она вошла в Росреестр, сейчас она вошла в Реестр инновационных технологий города Москвы. И будет применяться на объектах бюджетного строительства города Москвы. А какие-то отзывы населения были по этой системе? Есть экспериментальные внедрения системы. Ну, и по данным от внедрения системы из энергоресурс, это предшественник, система предшественница системы СКТВ. Есть положительные отзывы и населения. И есть результаты. Игорь Макарович, я вижу, вот у вас еще один прибор есть. А его функция какова? Это счетчик импульсов беспроводной. Это элемент системы, который подключается к приборам с импульсным выходом. Ну, допустим, это могут быть расходомеры воды, или электрический счетчик, или счетчик газа. А, это более широкий функция. И по беспроводным каналам связи этот счетчик импульсов передает информацию на этажный ретранслятор. И таким образом информация формируется, формируется база данных для того, чтобы произвести расчет в домовом концентраторе по потреблению энергоресурсов, которые были стращены. То есть вы не только меряете расход теплоносителя, но и расход электроэнергии, комплексный подход. Комплексный учет. Это удобно для жителей. Почему? Потому что сейчас нам с вами приходится рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями по отдельным платежным ведомостям. У нас же утверждены тарифы. И управляющая компания, располагая информацией об объеме потребленных энергоресурсов, может сделать единый платежный документ. И владелец квартиры сможет зайти в личный кабинет, сверить показания о расходе энергоносителей и потом оплатить через личный кабинет. Нет, он будет доволен, если он будет оплачивать меньше. Конечно. Не просто удобно оплатить. Желательно, чтобы и меньше была сумма. Особенность системы заключается в том, что просто, понятно и технически корректно осуществляется расчет потребленного тепла. Если владелец жилья, владелец квартиры в это верит, он начинает крутить вентиль на батарее и через месяц ощущает в своем кошельке прибавление от экономии. Таким образом, экономится тепловая энергия, снижается уровень оплаты за коммунальные услуги и повышается комфортность проживания. В тех экспериментальных районах, где это внедрено, это на самом деле уже ощущается населением? Да. Вот это прекрасно. Тем более, что у нас именно оплата за тепловую энергию составляет львиную долю оплате всех энергоресурсов, которые мы платим за жилищно-коммунальные услуги. Я думаю, ведь не только вращая вентиль, но и заклеивая окна, если там плохая теплоизоляция. Это мощный стимул для того, чтобы благоустраивать жилье и повышать его эффективность. Закрыть форточки – это одна из главных задач. Почему? Потому что это является следствием правильного использования, эффективного использования энергоресурсов. Тем более, что углеводороды в мире, запасы углеводородов сокращаются, тарифы и цены будут расти. И в этом смысле внедрение этой системы имеет большие перспективы. А как быстро житель может обнаружить эффект от своего действия? В течение месяца. Почему? Потому что показания с приборов снимаются два раза в сутки. Можно сделать чаще, но это не имеет смысла. Почему? Потому что погода так стремительно не меняется. Тем более, что платежные ведомости из ЕРЦ приходят один раз в месяц. Нет, а вот у вас же есть индикаторы. Вот индикатор. Житель может, глядя на индикатор, принимать решение? Или он только по платежной ведомости может? Житель должен руководствоваться повышением комфортности своего проживания в соответствии со своим самочувствием. Если ему комфортно, то он может не крутить ручку радиатора. Если ему прохладно, он может добавить температуру. Если жарко, то наоборот убавить. Это вопрос привычки. Одному комфортно 18 градусов, а другому 22. В этом-то, в общем-то говоря, и прелесть от внедрения этой системы. Почему? Потому что каждый хочет организовать комфортное проживание для себя. И сейчас Россия находится в начальном этапе капиталистического развития. А в мире капитала, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. В данном случае оплата энергоносителей для жителей должна стать удобной. И проживание должно стать более комфортным. И здесь, я думаю, что власти должны пойти навстречу владельцам жилья, владельцам квартир, для того, чтобы жизнь в нашей стране стала комфортнее и удобнее. А вот то, что вы упомянули, экономия электроэнергии. Каким образом может житель влиять на этот параметр? Дело в том, что испокон веков, еще с времен советского периода, учет электроэнергии в Советском Союзе и в России был осуществлен в подавляющем большинстве случаев с использованием приборов учета. Революции здесь не будет в снижении потребления электроэнергии, но повысится удобство в оплате. Многих наших зрителей волнует вопрос внедрения беспроводных технологий в жилище, с точки зрения безопасности. Каким образом ваши приборы можно охарактеризовать, с точки зрения влияния на человека, какой уровень излучений? Значит, радиоканал, который используется в работе системы, работает на частоте 434 или 868 МГц. То есть частота гораздо ниже, чем у мобильного телефона, Wi-Fi. Да, и мощность ограничена 10 милливаттами, что вполне допустимо радиочастотным российским центрам. И прежде чем было подписано техническое задание на разработку, все эти параметры были согласованы с радиочастотным российским центром. Вместе с тем радиоканал удобен еще по одной причине. При монтаже системы, допустим, в квартире, которая уже построена и отремонтирована, не нужно нарушать отделку квартиры. Потому что передача информации по радиоканалу с прибора, установленного в квартире, на этажный концентратор, она осуществляется без проводов. Вместе с тем не нужно сверлить несущие стены, что существенно упрощает монтаж и делает его более изящным, простым, удобным для жителей и снижает его стоимость. Вместе с тем одной из опций системы является оснащение квартир по требованию заказчика квартирным монитором. На квартирный монитор может выводиться информация о потреблении всех энергоресурсов, всех энергоносителей, которые потребляются данной квартирой. Эту информацию можно также взять и на сайте управляющей компании, куда у владельца квартиры будет доступ, у него будет соответствующий логин, пароль, и он сможет зайти и посмотреть. Но если у человека нет желания пользоваться услугами интернета, всю эту информацию можно получить с квартирного монитора, который также обладает возможностью получать информацию, индицировать ее с использованием беспроводных каналов связи. Это, в общем-то говоря, одно из конкурентных преимуществ данной системы, что способствует ее широкому внедрению на российском рынке. Большое спасибо, Игорь Макарович, за очень интересную беседу. Я думаю, у наших зрителей очень заинтересовала эта тема. Я думаю, мы к этому вопросу еще неоднократно вернемся. Я уверен, что у вас за душой еще очень много интересного, что вы могли бы рассказать. Ну, в частности, например, как можно внедрять это не только в жилье, но и на улицах, на промышленных объектах. Там, видимо, будет своя специфика. Большое вам спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, это была наша передача «Интеллект и технологии». Я, ведущий Седунов Борис Иванович, прощаюсь с вами. До новых встреч.